Минута молчания сотни людей. Этот парад все-таки состоялся. На площади советов парадные расчеты космических войск, офицеры МЧС России, курсанты Барнаульского юридического института МВД, воспитанники Барнаульского кадетского корпуса и не только. К сожалению, многие не встретили День Победы. И наш святой долг помнить всех, кто погиб, защищая свое Отечество. Несмотря на то, что из-за пандемии уже второй год подряд акцию «Бессмертный полк» не получается провести в привычном формате, когда на проспект Ленина приходят тысячи человек, в этом году многие люди не растерялись и принесли фотографии своих героев прямо на Парад Победы. Его в 1940 году призвали в армию и все, и он сразу попал в Карельский фронт. В общем, он ушел в 1940, а пришел только в 1946 году домой. Он вообще сапер-разведчик, но он старался не рассказывать про свои вот эти все. Про войну он как-то не любил рассказывать. После торжественного марша парад легендарной советской техники. Легковые и грузовые автомобили еще до военного времени. Известные Полуторка, Захар, на некоторых из них даже видны боевые отметины. Завершился Парад Победы показательным выступлением взвода почетного караула Бюи. К сожалению, с каждым годом становится все меньше не только ветеранов, но уже и детей войны. Сегодня они тоже были на параде. Я дитя войны. Есть голод, все вот эти унижения, все вот эти оскорбления. Я все это пережил в детстве. А поскольку еще страна восстанавливалась, восстанавливалась, я только в 1947 году первый раз покушал хлебушка. Ваш отец вернулся с фронта? Нет. Из моей семьи 11 человек не вернулось. Кровных людей 11 человек не вернулось. Нет, вдруг один вернулся с обожженным лицом и без глаз. Такую войну победили. Это невозможно. Другие бы люди не выжили. Только русский дух, русский человек со своим духом мог выжить. Такую страшную войну. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.